В этом году в Мытищах капитально отремонтируют 77 многоквартирных домов. На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда выделено более 571 миллиона рублей. В том числе свыше 211 миллионов рублей направят на ремонт Кровель в 50 многоквартирных домах. 115 миллионов рублей запланировано на ремонт внутридомовых инженерных систем в 21 многоквартирном доме. На ремонт фасадов 27 домов выделено 52 миллиона рублей. На утепление фасада в трех многоквартирных домах предусмотрена сумма в размере 48 миллионов рублей. На ремонт одного подвального помещения направят порядка 2 миллионов рублей, а на замену лифтового оборудования в 14-многоэтажках будет заложено более 95 миллионов рублей. Говорится в сообщении, по итогам процедуры конкурсного отбора подрядных организаций по проведению строительно-монтажных работ победителем признана организация ООО «Фибробетон». Вице-спикер МОСУ Балдума Никита Чаплин в очередного визита посетил микрорайон имени Шитикова. Депутат пообщался с Николаем Теплицким, руководителем управляющей компании ГЖУ-4, которая занимается обслуживанием данной территории. План по ремонту подъездов стал основной темой встречи. В доме номер 15, корпус 11 на Олимпийском проспекте, он был выполнен в 2016 году. Согласно нормативам, обновление подъездов должно производиться раз в 4-5 лет. В 2019 году силами управляющей компании ГЖУ-4 будет отремонтировано 70 подъездов. Работы продлятся до конца октября. Всего за три года коммунальное предприятие обновило 438 подъездов. Напомню, с 2017 года в регионе реализуется губернаторская программа софинансирования «Мой подъезд». В ее рамках в округе в этом году текущий ремонт пройдет в 151 подъезде. Вместе с тем ремонт осуществляется и за счет средств жителей. Восемь пожаров произошло на территории муниципалитета в первую полноценную рабочую неделю мая. Снижения связывают с сокращением количества отдыхающих на природе. Но при этом до сих пор большинство выездов пожарной службы связаны с горением травы и мусора. На прошедшей неделе огнеборцы выезжали в деревню Сухарева, Грибки, Капустина, Красная Горка, Зимино, Малая Ивановская и Сумарокова. Согласно статистике, львиная доля подобных пожаров происходит по вине человека. А главное, они могут привести к серьезным последствиям. Особенно, если вблизи окажутся жилые постройки. К слову, избежать пожаров на частных владениях также не удалось. Подобный инцидент произошел 19 мая в поселке Вешке. С начала года на территории городского округа Мытища произошло 257 пожаров. В результате этих происшествий погибли 10 человек, 9 получили травмы. В эти дни специальная межведомственная комиссия проверяет, как обустроены лагеря дневного пребывания на базах мытищинских школ, в каком состоянии комнаты для игр, приема пищи, тематических занятий. Более 100 детей получат возможность без будничной суеты насладиться возможностями современных спортзалов школы номер 34. Если понадобится, поучаствуют в интересной беседе в библиотеке. Ее габариты тоже проверяют по нормативам. Хотя тут и на глаз видно помещение очень просторное. Но сейчас главное соблюсти все требования, предъявляемые к летнему отдыху. В пятой школе тоже готовятся к приему летнего лагеря. Главное наполнение программы дня – тематическое разнообразие по интересам. Скучать не придется ни в солнечную, ни в дождливую погоду. Условия созданы везде. В преддверии Общероссийского дня библиотек в Дворце культуры Яуза чествовали лучших из лучших. Библиотечное дело в Мытищах основано в 1907 году и с тех пор прошло большой путь развития. Во многих библиотеках сложились свои традиции, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня библиотечная сеть городского округа – одна из лучших в Московской области. Сегодня фонды 26 библиотек городского округа Мытища превышают 400 тысяч единиц хранения, более 40 тысяч подписчиков, а помогают им в поиске нужных книг 110 сотрудников библиотек городского округа. Люди, которые отдали служению книгам многие годы. Почетные грамоты и памятные дипломы в данном случае – не просто знаки поощрения, а скорее благодарственные письма читателей. Совершать добрые поступки и помогать тем, кому нужна помощь – именно по таким девизам живут волонтеры. Присоединиться к их числу может каждый, придя в клуб молодого волонтера городского округа Мытища. Такая встреча начинающих добровольцев состоялась на днях во Дворце молодежи. Клуб молодого волонтера всегда открыт для желающих. На этот раз здесь собрались те ребята, которые уже пробовали себя в роли добровольца хотя бы раз. Кто-то из них принимал участие в акции «Свет в окне» и мыл окна в квартирах ветеранов округа. А кто-то был активистом юноармейской зорницы. Но волонтерство – это движение, которое постоянно развивается и совершенствуется. Поэтому посещать такие образовательные форумы максимально полезно для тех, кто хочет расти в этом направлении. Такие встречи в клубе организаторы форума проводят в интерактивном формате. Ребята принимают участие в игре «Я волонтер», которая показывает, как пройти путь от желания помогать до получения волонтерской книжки. Следующий большой форум волонтеров состоится в начале учебного года. От Пасхи до Вознесения. Еще 40 дней православные христиане продолжают славить воскрешего Спасителя приветственными словами «Христос воскрес» и праздничными мероприятиями. В Малом зале Дворца культуры Яуза состоялся пасхальный концерт. Воспитанники Духовно-просветительского центра имени священномученика Георгия Извекова при храме Донской иконы Божьей Матери и школа танцевального искусства «Весна» подготовили праздничное выступление. Зрителю были представлены классические вариации из балетов, народные танцы и произведения, исполненные на музыкальных инструментах. Надо сказать, что самым младшим участникам праздника исполнилось всего два года. Такие ежегодные пасхальные концерты направлены на сплочение прихожан храмов округа и сохранение семейных и культурных ценностей. Конкурс «Ансамблевое исполнительство» проходит раз в три года. Это мероприятие четвертое по счету. Интересно, что в нем принимают участие только воспитанники сельских детских школ искусств. И в городском округе Мытищи две. Одна расположена в поселке Пироговский, другая в деревне Жостово. Участников конкурса «Ансамблевое исполнительство» традиционно принимает Пироговская сельская детская школа искусств. На этой конкурсной сцене можно услышать и популярные, и русские народные инструменты – скрипку, гитару, домру, балалайку, аккордеон. Вокалисты также допускаются к участию в творческом состязании. Словом, правило одно – исполнение должно быть коллективным. Педагоги считают, ансамблевое исполнение снимает напряжение, присущее начинающим музыкантам, и таким образом готовит их к куда более серьезным выступлениям. У подопечных Матищинской школы музыкального воспитания появились новые друзья. Знакомство состоялось накануне. Участники 15-го Московского международного фестиваля славянской музыки, артисты Москвы, Тольятти, сербских городов Зренинин и Сечунь приехали к матищинцам с концертом. Особенно остались довольны зарубежные гости. Как удалось выяснить, объятия серба всегда раскрыты для новых русских друзей. О том, что неожиданно начавшаяся дружба будет только крепнут с годами, мечтают и педагоги Матищинской школы музыкального воспитания. Так их ученики смогут не только узнать много нового о музыке, которая сейчас посвящает большую часть своего времени, но и потянуться по остальным предметам. Интересно, что для всех гостей коллектив Матищинской школы музыкального воспитания успел подготовить презенты. В благодарность за выступление им вручили специальные письма и панно, выполненные из природных материалов. Кроме того, специально для гостей мытищинцы устроили чаепитие со сладостями и выпечкой.